Всем привет, с вами Фрия. Сегодня поговорим об изменении такого таланта в нашем артефакте, в виде пассивного, конечно же, таланта, как согласованность армии по гибели легиона. Это талант или особенность, можно назвать ее как угодно, прокачивается на 52 уровне артефакта. При ее прокачке ранее мы получали 2000 либо универсальности, либо силы, либо ловкости, либо интеллекта. Танки получали универсальность, те бойцы, у которых основная роль это сила, получали силу, те бойцы, у которых ловкость, получали ловкость, а лекари и какие-либо кастеры получали интеллект. Первоначальная прокачка давала 2000 стата, каждые последующие по плюс 200. Таким образом, на 57 уровне артефакта у моего воина был прок универсальности в 3000 на 10 секунд. Сейчас при первой прокачке мы получаем 4000 стата, а уже при последующих прокачках по плюс 300. Таким образом, у моего воина при 57 уровне артефакта стало 5500. С чего же вызваны такие изменения? Вспомните такую информацию, что знания артефакта максимальные теперь будут не 50-е, а 40-е. Что это означает? При 40-х знаниях мы будем получать увеличение силы артефакта на 4 миллиона процентов всего лишь. При 50-м намного больше. Логично, что при 50-м знании мы получали бы очень много силы артефакта, и артефакт раскачивался бы относительно легко и быстро. А сейчас делается так, что мы получим 40-е знание, прокачаем артефакт, наверное, до левела так 70-го, и все. И что бы мы получили на 70-м? На 70-м мы бы получили, наверное, где-то статов 2000, и получается, сколько нам еще нужно прибавить? 17, да, умножить на 200? Ну, примерно, да? Хорошо, то есть... Ну так, ладно, сгладим там, кто-то, может, что-то не докачает, кто-то что-то докачает, допустим. Мы бы получили... 1005 этой статы при каком-нибудь там 68-м, 67-м уровне артефакта. Не хочу точно детально высчитывать, но примерно как-то так, поверьте мне на слово. Вот, это было бы всего лишь 5000 статы. А теперь, прокачав артефакт до того левела, допустим, до какого-нибудь примерно 70-го, мы будем получать намного больше. То есть берем 4000 изначальных статов и потихоньку накидываем по 300. То есть в итоге суммарно выйдет такая неплохая циферка тысяч так в 10. А это цифра весьма серьезная. Сделано это еще и для того, чтобы люди уж точно прокачали 52-й артефакт и чувствовали разницу между 52-м и 53-м. Эти 300 статов, по мнению разработчиков, сыграют некоторую роль. Вот так вот. Дело, конечно, ваше. Качать, не качать артефакт. Но если вы намерены рейдить в гробнице Саргераса, то мой вам совет, займитесь этим и начните качать артефакт. Проходите хотя бы какой-нибудь 15-й ключик максимально на неделю. Если же вы хорошо одеты и у вас есть группа, с которой можно все это дело пофармить, попроходить, то проходите вообще чуть ли не 20-й. Если вам это не влом, и вы можете спокойно его закрыть примерно за то время, которое дано, плюс-минус 5 минут, что-то типа такого, хотя бы, чтобы не сидеть там по 3-4 часа в 20-м ключе. Оно того не стоит уж лучше, тогда просто обычные пофармить, типа 11-14 ключики. Вот, фармите силу артефакта, набирайте шмот, набивайте шмот и все будет у вас идеально, надеюсь. Всех вам благ, как говорится, счастья, здоровья, силы артефакта побольше, проков на удвоение силы артефакта с башни магов, ой, с башни магов, с талантов оплота побольше. До скорого! Всего вам хорошего!